Привет, друзья! Вы смотрите альтернативный сюжет про сайтаму из аниме Ван Паншмана против Черного Адама из кинокомиксов DC. Сюжет будет основан на фактах и на том, как я вижу их встречу и битву. Но прежде чем начать, хочу поблагодарить вот этих ребят, которые поддерживают меня донатами и подпиской на Бусти. Нурзат, Вовка, Программ Серга, Роман Виговский, Батлборг, Репорт Джангл, Доктор Бак, Малик из Магомбетов, Элджинс-142, Чапчик, Денвер, Диктобус, Евгений, Мид и, конечно, Бустером. Фасту Накамура, Бил Икта, Данил Мякишев, Артур Бикташев и Батлборг! Огромное вам спасибо, друзья! Мне очень приятно, что вы поддерживаете меня в такое непростое время. Я вам искренне благодарен за это. Для тех, кто тоже захочет поддержать канал донатом или подписаться на Бусти, ссылка будет в описании под видео, а также в закрепленном комментарии. Ну а теперь, давайте перейдем к видео. Итак, для начала хочу познакомить вас с персонажами. И первый у нас Черный Адам. Кто он такой и откуда он взялся? Впервые сам персонаж появился в комиксах DC в 1945 году от издательства Fafsid Comics. В начале Черного Адама всем представили как суперзлодея. Но затем, в начале нулевых, сценаристы решили переписать этот образ и сделать его антигероем, который пытается очистить свое имя. Насчет силы Черного Адама. Он суперсильный, супербыстрый, умеет летать, а также стрелять молниями. Способности очень похожи на те, которыми обладает Супермен. Также, своей энергией он может исцелять свои небольшие раны, что нам неоднократно показывали в фильме. Черный Адам. Жестокий антигерой, которому наплевать на мнение других героев. И жизнями других людей он тоже не царемонится. Что в фильме нам и продемонстрировали, где он появился после долгих пяти тысяч лет заключений в тюрьме. Затем его освобождает девушка, испугавшаяся своей гибели. После чего его пытается остановить общество справедливости. Адам выигрывает в сражении. Но поняв, что все приводит к гибели невинных людей, добровольно сдается. Но затем его опять освобождают, чтобы он помог избавиться от злодея. Что и происходит. Аманда Воллер, та самая злая бабка из отряда самоубийц, решает опять заточить Черного Адама в тюрьму. Но на этот раз в собственном городе. Но наш антигерой, являясь бывшим рабом в древние времена, отказывается ей подчиняться. Черный Адам, заявляя, что никто на земле не способен его остановить. А Аманда заявляет, что у них есть пришелец. И это Супермен. Который появляется практически мгновенно. Черный Адам понятия не имеет, что это за тип. А Супермен этим временем говорит, что им нужно кое-что обсудить. Но по ухмылке Адама мы понимаем, что никакой болтовни не будет. И между ними начнется Махач. На этом фильм завершается. А для нашего сюжета это только начало. А теперь давайте поговорим о Саитаме из аниме Ван Панчмана. Кто он такой? И откуда он взялся? Итак, Саитама. Главный персонаж из японского веб-комикса. Созданный мангакой под псевдонимом Ван. Который публикуется в свободном доступе в интернете с 2009 года. В 2012 году был начат выпуск работы в формате цифровой манги с иллюстрациями Юсуки Мураты под руководством автора Ван. После этого манга обрела невероятную популярность во всем мире. В 2015 году на различных телеканалах Японии транслировалась аниме-адаптация манги, анимированная из студии Madhouse. Успех аниме не заставил себя долго ждать. Он стал мега популярным во всем мире и в конце 2016 года был анонсирован второй сезон, который, к большому сожалению, вышел лишь спустя пару лет. А точнее 9 апреля 2019 года. Третий сезон тоже заставил себя долго ждать и был анонсирован лишь в августе 2022 года. Точной даты до сих пор нет. Саитама – сильнейший герой во всем мире Ван Панчмана. Очень мало людей знают о его силе, но остальные даже не могут себе представить, на что способен обычный лысый парень в геройском костюме, который лишь недавно поднялся до 39-го ранга А-класса. Для тех, кто не знает, в Ван Панчмане существуют ассоциации героев, где есть классы от сильнейших до слабейших героев. Элитные герои находятся в С-классе, и они способны победить даже суперсильных монстров. А вот слабейшие герои занимают С- и Б-классы, и ранг нашего лысика, конечно, очень сильно занижен. Насчет этого. Саитама обладает невероятной силой. Своими упорными тренировками он сломал свой лимитер и стал бесконечно сильным. И если говорить о последних главах манги, то нам дали понять, что чем сильнее становится его противник, тем сильнее становится он сам. А если быть точнее, то он и так бесконечно силен. Просто он всерьез никого не воспринимает, и начинает прикладывать усилия, лишь когда его противник приближается к его силе. И тогда он, конечно, намного превосходит своего противника. Вы спросите, а чё он забыл в А-классе Геройской Ассоциации, раз он такой сильный? Если так посудить, то он должен был находиться на самом первом месте. Но там загадочный герой Бласт, о котором сейчас мало что известно. Всё, что мы знаем об этом герое, это то, что он тоже очень силён. Ибо он противостоит богу монстров вместе со своей командой. Также он может создавать телепорты и перенаправлять атаку своего противника, перемещаться через свои порталы и, возможно, даже через вселенные. Итак, после знакомства с героями, думаю, настало время начать альтернативный сюжет. Саитама против Чёрного Адама Часть первая История начинается со штаба Ассоциации Героев, куда Сичи, один из глав штаба, позвал героя номер один Бласта, чтобы рассказать невероятную историю от героя С-класса Геннесса, в которую очень трудно поверить. Это всё, что нам рассказал кибердемон Геннесс. Я не знал, верить этому или нет. Поэтому решил обратиться к тебе, Бласт. Уничтожение целой планеты одним пчихом и его спутника одной рукой. Путешествие во времени, а также уничтожение монстра Гару, который использовал божественную силу. Удивительно. Хоть мы и были в курсе произошедшего, но мы и предстоять не могли, что кто-то может об этом узнать. Это просто невозможно. Ну, мы так думали. Что? Получается, это всё правда? Не может быть! Сичи, ты ведь понимаешь, что никто не должен знать об этом. Мир погрузится в хаос, если эта информация просочится в люди. Скажи мне, кто ещё об этом знает? Что ж, об этом знают лишь доверенные лица ассоциации. А ещё герои С-класса, включая милую маску. Я предупредил их о конфиденциальности информации. И я уверен, что с этим проблем не будет. Бласт, скажи мне, каковы ваши дальнейшие планы? Мы ведь даже не знаем, на нашей ли стороне Сайтама. А что, если он тоже? Мы не можем этого знать. Как и то, откуда он заполучил эту силу. Я уверен, что это не божественная сила. В таком случае, я бы давно это заметил. Я выясню, на что он способен, и представляет ли он нам угрозу. А вы, Сичи, продолжайте свою работу. И следите, чтобы герои не разглашали эту информацию. Мы не можем рисковать. После этого диалога, Бласт решил найти Сайтаму и разузнать, на что он способен и на чьи он старания. А также, что им движет. У Бласта свои методы проверки. И он задумывается о том, чтобы отправить его в другую вселенную, чтобы тот сразился против сильнейших злодеев. Он подумал, что это не причинит вред той вселенной, а лишь избавит от очередного злодея. Ну или Сайтама станет очередной его жертвой. И никому не будет дела, кто он и откуда взялся. Просто очередной парень, который решил кинуть вызов плохому парню. Бласт находится Сайтаму. В городе среди какой-то очереди. Он не хочет церемониться, и поэтому без каких-либо предупреждений открывает портал и мгновенно толкает Сайтаму туда. Странно, что он не сопротивлялся. И почему он так посмотрел на меня? Точно. Мы ведь не раз уже виделись. Может, он замедлил, потому что узнал меня? Значит ли это, что мне не стоило так спешить? Хм... В любом случае, не посмотришь, не узнаешь. Сайтама, покажи мне, на что ты способен. Ибо я должен узнать секрет твоей силы. Бласт отправил Лысика в другую вселенную, где также присутствуют герои и злодеи. Но Сайтама и понятия не имеет, где он окажется. И да, он действительно не стал ничего предпринимать, потому что узнал Бласта. А еще он был рядом с магазином, и поэтому не стал делать резких движений. Ибо он понимает, что в таком случае он мог бы разнести все вокруг. Сайтама перемещается во вселенную DC. Он не понимает, куда он попал. И какого черта Бласть его сюда переместил? Неподалеку от себя, Сайтама видит высокого парня в черном костюме и желтой молнии на груди. А также других людей, которые валяются на земле. Он понимает, что скорее всего, этот парень и повалил их всех. И этот парень, Черный Адам, который разобрался со всеми героями, которых ему посылала Аманда Воллер, чтобы остановить его. Но как мы видим, у них это не получилось. Черный Адам замечает, как из ниоткуда появляется какой-то молодой парень в геройском костюме. Ха, вижу, до вас никак не дойдет. Я не намерен сидеть в тюрьме и подчиняться вашим правилам. И все, кого вы присылаете, уже подохли. Даже ваш сильнейший герой только что пал от моих рук. А? А ты еще кто? И какой сильнейший герой? Ты про Кинга, что ли? Понятия не имею, что за Кинг. Я говорю о парне в синекрасном костюме, который называл себя Суперменом. Ваша надежда, поддержка, упора и все тому подобное. Так вот, он не жалец. Чего? Я нифига не понял. Но одно знаю точно. Если вы поскорее не закончите этот цирк, я опоздаю на распродажу. Я два часа стоял в очереди. И тут появляется Бласт, перемещает меня сюда и куда-то девается. Розыгрыш это или нет, мне по барабану. Черный Адам в недоумении. Он не понимает, что за бред носит этот парень, который внезапно появился. Он думает, что Сайтама несет этот бред, так как ужасно напуган. И не знает, что ему делать. Слушай, парень, не знаю, кто ты такой, но по тебе заметно, что ты до смерти напуган и сбит с толку. До твоего появления, я всем советовал оставить меня в покое. И что я не хочу их калечить. Но меня это уже конкретно бесит. И дальше сдерживаться и жалеть в отсея не намерен. Так что тебе отсюда никуда не сбежать. Эй, ты задолбал уже своей болтовнёй. Угрожаешь тем, что не дашь мне уйти? Я не собираюсь из-за какой-то выскочки опоздать на распродажу. Учитывая, что я не успел на предыдущую, я тогда был готов целую планету снести. Так что тебе лучше позвать старика Бласта и вернуть меня обратно? Или я... Такое поведение выбесило Адама. И он на невероятно высокой скорости перемещается за спину Сайтамы и собирается ударить его со всей силой, задав лишь один вопрос. Хм... Или ты что? Происходит большой взрыв от удара чёрного Адама. Он думает, что уже уничтожил этого парня. Но дым рассеивается, и он понимает, что он исчез. Чего? Куда он делся? Сайтама оказывается у него за спиной. И со всей яростью он замахивается на чёрного Адама. Ибо ему пора на распродажу. ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ Это была первая, а может и последняя серия данного альтернативного сюжета. Если это видео наберёт хотя бы 2000 лайков за первые два дня, я сразу же выпущу новую часть. Напишите в комментариях, понравилась ли вам эта серия. И стоит ли мне продолжать делать сюжет про Чёрного Адама и Сайтаму. В скором времени я возьмусь за свои старые незаконченные сюжеты и обязательно закину их на канал. История про настоящего Бороса, Сайтама против Наруто и другие. Также напишите свою идею нового альтернативного сюжета, который вам был бы интересен. Я обязательно всё прочту. И возможно, воплошу эту идею в реальность, если вы этого захотите. Спасибо всем за поддержку, друзья. Ну а с вами был Аниманго. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok